Переломы лодыжек типа B возникают при травме, связанной с наружной ротацией. Тело таранной кости вращается и смещается латерально. Перелом малоберцовой кости часто оставляет верхнюю порцию передней межберцовой связки синдисмоза интактной. Медиальное повреждение представлено разрывом дельтовидной связки или переломом внутренней лодыжки. Дистальный отломок имеет тенденцию к смещению проксимально и кзаде, а также немного ротируется. Он остается соединенным с задней межберцовой связкой синдисмоза. Фиксация достигается с помощью введенного вне пластины межфрагментарного кортикального стягивающего шурупа. Эта фиксация защищается наложением нейтрализующей пластины. Обычно достаточно три трубчатой пластины с пятью отверстиями. Пациент оперируется в положении на спине. Поврежденная голень должна находиться в возвышенном положении для обеспечения интраоперационного рентгенологического контроля в боковой проекции. Перелом малой берцовой кости сопоставляется и временно удерживается малыми остроконечными репозиционными щипцами. В переднем картикальном слое проксимального отломка просверливается 3,5-мм скользящее отверстие для картикального стягивающего шурупа. После этого в скользящее отверстие мы вводим втулку сверла 2,5-мм до тех пор, пока она не достигнет противоположного картикального слоя. И затем в нем просверливаем отверстие сверлом 2,5-мм. Измеряется длина канала и в заднем картикальном слое медчаком нарезается резьба. При введении стягивающего шурупа вы должны непосредственно наблюдать его компрессирующий эффект на зону перелома. А репозиционные щипцы должны быть удалены перед окончательным затягиванием шурупа. Треть трубчатая пластина с пятью отверстиями устанавливается таким образом, чтобы два шурупа можно было безопасно ввести в дистальный и два в проксимальный отломок. Перед окончательным наложением пластины она должна быть смоделирована. Для осуществления этого мы используем плоскогубцы, изгибающие щипцы и специальный алюминиевый шаблон. Дистальная часть пластины моделируется в виде короткого острого крючка. Кривизна ее центральной части должна соответствовать контуру наружной лодыжки. Пластина должна идеально прилегать к поверхности по всей длине. Плотно прижмите рукой пластину к предполагаемому месту наложения и отметьте точку введения первого проксимального шурупа вблизи перелома. Удалите пластину и просверлите 2,5-мм отверстие через оба картикальных слоя малоберцовой кости в запланированной точке введения шурупа. После измерения длины канала через пластину нарежьте резьбу картикальным метчиком, введенным сквозь втулку. Затем закрутите соответствующий картикальный шуруп. Он должен немного выступать из противолежащего картикального слоя малоберцовой кости, но не вступать в контакт с большеберцовой костью. Два дистальных шурупа направляются к суставной поверхности наружной лодыжки. Убедитесь, что их концы не пенетрируют в полость сустава. Сверление выполняется осторожно, так чтобы только пройти сквозь противолежащий картикальный слой. Измеряем длину и выбираем шурупы приблизительно на 2 мм короче. Нарезаем резьбу только в близлежащем картикальном слое и затем вводим картикальный шуруп. Введение проксимального шурупа. Дистальный шуруп вводится в слегка наклонном положении снизу вверх. Вновь выбираем шуруп на 2 мм короче, чем полученная при измерении величина, а резьбу нарезаем только в близлежащем картикальном слое кости. Центральное отверстие пластины остается свободным, так как введению в него шурупа препятствует установленный вне пластины картикальный стягивающий шуруп. Все шурупы тщательно затягиваются. Ни один из них не должен выстоять в полость сустава. Здесь мы показываем альтернативный метод фиксации с помощью противоскользящей пластины. Расположенная по задней поверхности пластина препятствует смещению дистального отломка как кверху, так и кзади. Отломок затем компрессируется одним или двумя стягивающими шурупами. Перелом репанируется путем легкой тракции дистального отломка. Это положение удерживается остроконечными репозиционными щипцами, наложенными в передне-заднем направлении. Мы моделируем треть трубчатую пластину с четырьмя отверстиями. Для улучшения ее противоскользящего опорного действия дистальный конец пластины немного изгибается. Это обеспечивает давление на заднюю поверхность дистального отломка, что создает дополнительную компрессию в зоне перелома. Приблизительно в 3-5 мм проксимальнее заднего конца дистального отломка через оба кортикальных слоя просверливаются 2,5 мм отверстия в заднепереднем направлении. Измеряем длину канала через отверстие пластины. Нарезаем резьбу кортикальным метчиком и вводим первый кортикальный шуруп. В целях демонстрации теперь мы удаляем остроконечные репозиционные щипцы для того, чтобы убедиться, что противоскользящее действие пластины может стабилизировать перелом. Для предотвращения смещения, которое может наступить в ходе последующей операции, мы вновь накладываем остроконечные репозиционные щипцы. Подобным же образом в проксимальное отверстие пластины вводится второй кортикальный шуруп. Теперь мы планируем ввести стягивающий шуруп через дистальное отверстие пластины. Просверливаем скользящее отверстие в заднем кортикальном слое, используя 3,5 мм сверло. После введения в него втулки сверла просверливаем передний кортикальный слой 2,5 мм сверлом. Введение кортикального шурупа после измерения его длины и нарезания резьбы в переднем кортикальном слое кортикальным метчиком. Если кость порозная, такой же стягивающий шуруп вводится в оставшееся дистальное отверстие пластины.